друзья всем добрый добрый день добро пожаловать на канал у нас такой знаете внезапный стример для многих внезапно анонс вчера в конце стрим я говорил что сегодня стрим будет вряд ли но моя температура и мое здоровье сказала что нет ты будешь сидеть дома и ты никуда не поедешь поэтому этот вечер я проведу с вами друзья не могу сказать что стрим будет большим вчера я что-то не уследил за временем очень поздно мы легли но я понимаю надо квест было добить этот понять что по сюжету чтобы снова стрим уже как-то по-другому действовать а действовать мы будем по-другому но об этом непосредственно уже внутри игры криси don't play my game amfrod и диняя привет привет криси как-то в минске то расскажи я был кстати в минске ну давно правда лет 9 назад мне очень понравилось ладно друзья давайте стартанем а в общем что мы сегодня будем делать во первых очень неожиданно для меня дополнительная задача найти в аксимфурте тамару была провалена хотя мы и она провален не потому что мы ее не нашли а потому что я просто не отправился и стал говорить про жену с бароном не думал я что это почему-то этот квест ну как доп задание отменит но там понятно то есть теперь я понимаю почему потому что там развязка такова была что разработчик решил пойти таким путем иначе сиди project red пришлось бы делать ну какую-то развязку мол а жену нашел окей а найди и дочь вместо чтобы идти на кривоуховой топе это это было бы сложновато наверное слишком слишком много разных перипетий я думаю что это было бы сложно реализовать технически и могли за этого баги появится но блин хотя бы какая-то контекстная подсказка была бы но ведьмак в этом и есть что никогда не знаешь как задание можно провалить честно говоря я не думал об этом а потому что секунду потому что мы говорили с бароном про дочь и мы сказали что она в аксимфурте естественно он сказал что типа найди ее ну непосредственно там вот а что женой а женой неизвестно остались какие-то зацепки но от найди жену и потом эти расскажу про цели мы рассказываем про жену и почему-то квест с тамары провален не я не очень логику понял поэтому сегодня мы переиграем мы пойдем в аксимфурт и посмотрев на те последствия которые привели после спасения детей как как сам гераль сказал даже малое добро может породить огромное зло вот мы это породили погибло еще больше детей целая небольшая деревушка была вырезана насчитали мы там почти 20 трупов а может быть и больше детей там не было красная мара дух который я освободил в надежде помочь здесь она этих детей забрала к себе убила сожрала не знаю в общем полная жопа ребят сказала ему о ведьмах скривоуховых барон у нас повесился все очень все очень печально на самом деле сложилось хотел я поступить как лучше но получилось не то чтобы как всегда не думал что игра нас заведет реально в такое болото в прямом смысле этого слова очень неожиданная развязка я вам скажу ребят очень неожиданно то есть в надежде помочь детям для всего мира в глобальном плане для основных сюжетных персонажей по крайней мере в этой локации мы создали трагедию то есть мы причастны к этому не хотел я зато туда добралась дикая охота которая все еще опережала герой когда казалось что все пропало геллер здорово я тебе советую почитать книгу проведем тот самый заключенный в дереве это мать этих ведьм книжку то я прочел понимаешь книгу я прочел тут есть одна проблема нам вернуться тут одна проблема в том что никто не знает что будет дальше понимаешь и особо книжка какого-то конкретного действия не подсказывают там было написано что что друют этот был защитником леса что он оплодотворял землю он помогал местным крестьянам суда также написано что местные крестьяне приходили за какими-то желудями как мне подсказали потому что здесь была очень плодородная земля хотя мы видели трупы и прочее короче все очень неоднозначно правда и мною руководство столько желания помочь непосредственно бедным день магия это новое поле силы это правда но спася детей мы сделали только хуже в разы и причем всем и самое печальное что отпустив духа дети из кривоуховых топей не продолжит ой продолжит пропадать их все равно будут также вытаскивать ведьмы себе чтобы жрать да принципе даже есть мы и не будем детей спасать скажем так убьем духа все равно все равно детей будут воровать в этих топях все равно это надо непосредственно убивать самих ведьм поэтому книга мало что советовала прям конкретно чтобы вот вот она зло так не делать так будет хуже только сейчас секундочку секунду ребят отвечу ну так вот а по сути смысла переигрывать ты сделал такой вот игруш и в этом нет ничего плохого как спал отвратительно спал ну и не заборону из-за того что мы очень поздно легли ребят так конечно нельзя учитывая что я болею сегодня закончим пораньше в чем смысла переигрывать да понимаешь гелин я изначально хотел сделать во-первых изначально я сразу говорил что барон не симпатизирует я хочу спасти его жену если это возможно вернуть дочь но из-за нелогичного развития самого квеста у нас он отменился считался провален что меня вообще дико взбесило это реально выглядело как-то очень нелепо до сих пор так тут и не побывал я не суть и основная причина в том что нг плюс я вряд ли буду играть тем более на стриме поэтому я хочу пройти игру так как я хочу то есть с теми сказать так сказать составляющими то есть хочу чтобы тот выжил хочу посмотреть что будет с ними дальше но к сожалению игра меня реально поимела в силу того что ничего нигде не объясняется сложно реально понять до истины кто такая ведьма что за плодородное дерево почему дети идут по этим сладким топям для чего люди подносили в жертву свои уши этим ведьмам скот урожай чтобы они им как говорится помогали ну аля опиум для народа но я вообще не заметил где-то благосклонности ведьм почему все живут в голоде и в нищете вот это я не понял поэтому мне казалось освободив духа мать этих дочерей этих ведьм все-таки как-то их убьет а оказывается что это сюжетные персонажи антагонисты и мы с ними будем драться потом когда-нибудь я не мог этого знать по факту поэтому я хочу переиграть и пройти игру в той сюжетной последовательности как я задумал по крайней мере хотя бы попытаться я вряд ли буду играть для плюс вряд ли стримить может быть может быть когда будет свободное время от других новинок сейчас новинок нет поэтому я играю ведьмака скажем так ударился в него ну а с головой хочу посмотреть максимум контента почему 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 бы и нет если бы например вот этот доп наш с тамарой который надо было найти в эксимфурте он бы не дропнулся хотя для меня это было дичайшее разочарование удивление почему это был прерван разработчик вполне мог сделать чтобы он и не был прерван куда я пришел то скорее всего я бы не стал бы переигрывать с правду вряд ли был я возможно посмотрел бы знаете где-нибудь на ю тубе может быть либо потом уже когда-нибудь переиграл не знаю почему этот до под одну нет не до по почему от не отменился квеста посетить тамару я вообще не врубился хотя барон на сам попросил найти его дочь это уже нас попросила нет это не было нашим решением каким мы сказали дамы те я тебе помогу и в итоге что это а блин а это риданские уроды теперь понятно почему на поисках ведьмы с которой у цири случилась разголвка гераль встретил старую знакомую кейрумец чародейка рассказала ведьмаку это единственный квест который не будет иметь положительным касаться всех сторон я знаю да и я принял решение что лучше все-таки барону дать смысл жить и существовать ради своей жены не важно что с ним будет по крайней мере для него это будет искуплением я надеюсь мне понимаете о чем он очень хочет исправить ситуацию но любое решение для него будет это лучше чем она погибнет он играет на твоих эмоциях я бы не сказал бы просто этот персонаж во первых спас цири он ей помог не просто так знаете за деньги а он реально искренне помог у него сработал инстинкт отца он потерял дочь свою и жену и он ее приюту как свою родную это очевидно понятно по их сюжетные ветки этот персонаж очень хорошо раскрыт он ищет искупление ему очень жаль за свое поведение и он должен найти утешение я считаю даже в том чтобы всю жизнь не искать лекарства для своей жены это лучше чем она сдохнет и он повесится погибнет целая деревня велиным станет править с урод сержанты тиранист этот и прочее лучше так правда хотя бы у него будет смысл жить он в этом найдет свое искупление желуди волшебные людям помогают кушать ведьмы болезни останавливают и все такое а детей люди на сладкую тропинку заводят чтобы не кормить типа лишние рты но и почему такое происходит почему потому что земля неплодородный еще что-то она не приносит еды именно этим я руководствовался когда хотел спасти вот эту красную мару потому что там было чего написано правильно два не так быстро ты прикалываешься на еле-еле ползла потому что там было написано что она была духом плодородия и все в этом духе а в итоге оказалось но всю деревню убил ну и чё книга ничего не дала описание персонажа ничего не дало все равно игра меня поимела в этом и суть квеста только потом не сказали на стриме что мамара или как ее в славянские старославянские времена это бог смерти как я мог это узнать а конкретно опираясь на опыт игры никак никак вообще я без к войну был поэтому то что ты написал типа почитай книжку там нихера в этой книжке нет но прочел я и наоборот решил что до 10 надо друидов и освобождать я думаю что она будет с этими ведьм бороться нет и вообще насрать она сказала что убережет детей до уберегла но других убила этого нельзя знать наверняка это мара мать видим значит тоже ведьма ну киричи естественно само собой но за долгие годы заключение как я понял она хочет их уничтожить и вернуться к скажем так к нормальному бытию как это было написано в книге быть духом плодородия и помогать людям там прямым текст написано и помогала людям но потом ей стало скучно и она решила себе завести дочерей боролась с болезнями и я же не знал что это дух дух смерти в игре вообще нигде не вообще нигде не объяснено и не написано почему жители деревень носили ей подгоны виде скота жертвоприношения виде людей и виде ну зерна и прочего это нигде не объясняется такие знаете вот просто вырванные строчки из разного из всего из кого-то разговора из какой-то книжки из чего-то сложно понять как поступить было верно в этом и суть игры так лата здесь нельзя ничего воровать так понимаю да риданский солдат добрый день здравствуй там чего тут игра меня просто жестко поимела одно дело если бы мы наверняка знали что это зло которое всех убивает но данный персонаж описывается очень в нейтральном свете и вроде как в этот дух даже совсем неплохо бы оказывается нет тут я руководствовался исключительно только я хотел поступить по совести по добру получилось не по добру вообще никак стало только хуже мы спасаем детей становится только хуже для всех а дети как не объяснили толщину неймы а что там которые даже спасибо не сказали но зато другие дети погибли их родители замечать поэтому нет я хочу переиграть герли сам сказал что выборов даже меньшее добро мы мы создали огромное зло больше зло я с ним согласен то есть мы мы выбрали больше зло то есть самую жесть получилось самое самое жесть но такова игра да я согласен если например эта игра была бы новенькой но вот она только бы вышла да там на хайпе все дела то конечно я бы сделал bng плюс но учитывая что эту игру буду проходить часов 300 вряд ли я буду переигрывать поэтому я сейчас хочу и переиграть так как я хочу ну смысле что произошло так как я сам хочу это только из-за этого если бы если бы игра была бы реально новинка их хайпованная приходили бы кучу людей на нее подписывались то есть тут вопрос свободного времени не хочу тратить кучу времени на эту игру но придется потому что иначе как бы это объяснить но спит ранить ее не смысла я думаю просто нет смысла такие как ты только болезни разносят паражитизм а так я с удовольствием бы нг плюс поиграл бы посмотрел бы другие ветки как что происходит но вряд ли у меня будет такая возможность друзья поэтому сколько игр хорошие было заброшено когда новинки выходили 1 дизонор 2 дизонор дэу секс манка одевайдет я не хочу также сеть макро надо пройти хоть как-нибудь уж то здесь квест какие-то есть вообще вот там ты суть что она спасла детей только лишь для того чтобы насолить ведьма но в итоге стало только хуже и она потом сразу других детей убила забрала из вот этой деревне я напоминаю об этом не забывайте про это я специально туда вчера слетал там насчитал я 20 трупов детей там не был вот деревня штеггер она была вся вырезана нахер там одни трупаки были я и по сюжету тоже оговориться что она пришла и всех убила кто был причастен к ведьмам ну и что мы сделали добро я считаю не это все связано с линии развития артаса и кельталаса и старой части но возможно да и сыграл вторую часть не было проще с выбором принцип меньшего зла не раз фэнтези описаны вот я хочу поступить по принципу меньшего зла да а я поступил сам до того не хотя по большему злу хочешь убить детей чтобы помочь старику и накин мы тебя узнали верни аккаунт вани нет суть в том что геральт говорит я сам спасу детей скажи мне как не надо тут говорить что я хочу убить детей я не знаю что с ними будет в итоге сажут их не сажут геральт сам говорил типа я я сам их спасу мол не освобождая тебя что-то типа того что это такое ребята так вес какой-то что ли здесь или что это что-то за улика ни с того ни сего здесь но он не находится вещах для задания поэтому непонятно для чего это это из последнего дополнения выходи из дома то есть это для дополнения я и пола почему мне квест ну то что я взял зацепки то что плохо что ли или что или они нужны для квеста какого-то то что я взял это тоже к чему-то приведет сейчас я тебе твою паршивую морду то отрихтую правда чем вольтство слава королю родовиду да не особо просто вдруг просполируешь себе что но не ну судя по всему что если эти бумажки здесь то это не для задания точно а просто как в смысле просполирую как я могу просполировать то чего не знаю меня эти рисунки ничего не говорят как это может быть спойлером нашел и нашел взял и взял гул дальше вопрос лишь том что это могло бы быть частью какого-то квеста типа найдите какие-то рисунки или улики в этой деревне как время но они бы тогда бы не подсвечивались ведьмачем чутьем а это работал только тогда когда у нас сквозь был бы вообще взяты был бы активно но я так думаю ну здесь кстати 3 живет по моему да или 3 сыновей грязи чуть не помню детку я с тобой костры новиграда канал новиграде видимо да у нас кстати по моему в xin forte тоже есть какие-то квесты но из-за того что очень неудобно просматривать какие квесты где вообще физически находится не буду делать я надеюсь ну просто буду каждого это сик подходите говорить сам лично так мы вроде все здесь осмотрели деревне разрушены хера нету по крайней мере я тут ничего не нашел это перед ливнем комарь и так съелась да давайте дальше вы здесь в а мистер и строктирщиком то вроде в аксинфорте ты имеешь ввиду и фиштайн ким привет добро пожаловать тебя ждет смерть от отравления время еще вы к этой зоне но их при построгать не будем они разбили лагерь судя по всему единственно знаете кто меня интересует здесь торгаш кстати ботинок этих у меня еще нет надо сейчас ему весь металлолом продать пусть хоть задаром но просто разгрузиться странно маркер только что же был а это бродячий торгаш походу видимо бродячего такие как ты только болезни дезертерию до интересно под мостом можно пройти попасть город опять я пошел ну судя по всему что тропа ведет то можно ух ни хера седут даже корабли огромные есть прикольный городишко такой готический готический наверняка под мостом есть какие-то ништяки походу я ошибался скорее всего то барыга как барыга сама обычно продавец но проверить надо потому что я помню если даже у кузнеца продаются всякие заметки квеста проверить стоит может здесь квеста шкаф судя по всему на них напали что приветствую покажи свои товары нет продает он мусор ну поэтому мусор мы ему сами избагрим тогда это не хватит это не хватит бывай Слава королю Родавиду! Офигеть вот это масштаб честь и отчизна Что случилось? Ну? Такие как ты только болезни разносят Рохода нет! Стоять! Рохода нет! Что? В городе Чума? Чума? Нет! Сказали никого в город не пускать и не выпускать Ну, если только грамоты нету Кто приказал закрыть городские ворота? Говорят, сам король Он не хочет, чтобы беднота и беженцы Такой город заслали Мой дружище Давний Котя не мил привет Давай, пожалуйста Сюда шныряет Обязательный какой-нибудь шпик пролезет А так Пойди пролезь Словом Без грамоты К ходу нет А что за грамоты? Ну Обычная такая Подорожная грамота Откуда их берут? А я почем знаю Они мне не докладываются И тут мы такие А у нас есть грамота, бро? Ты об этом? Дай-ка взгляну Печаточки не достают Такой Красный Да быть не может Может в гражданской обороне опять забыли Они там сейчас жутко заняты и все Ну ладно Проходи Напомню, что у нас этих грамоты аж три штуки Хе Ни на одной Ни на одной печать не поставили Держись от меня подальше Блин, наконец-то Полноценный город Класс Я надеюсь, что сегодня В смысле Сюда будут и другие квесты Рудой выискался А не только мы сюда пришли А только ради Тамары Так Наверное, давайте мы пойдем для начала по главной улице сделаем доп квест и только потом будем изучать Сам город Сам город Потому что Я сейчас буду заходить в каждый дом Будем разговаривать с NPC Может получиться так, что У каждого NPC даже может быть по квесту, но на данный момент они нам дать его не смогут Ну просто банально, чтобы не тратить время на поиски Да дай пройти Отъявись Отъявись Пшел цели у них пожалуйста на карте естественно отмечен не был теперь отмечен кайф блин прикольная броня мне очень нравится у штаны я был у него их позаимствовал а но здесь даже скорее всего в каждый дом ты не зайдешь это не как деревне так таверны есть да в таверну зайти можно ведьма еще и броня где-то рядышком обет чина и те тоже хорошего вечера гок церлинку не не хочу пока к нему к западу от аксинфорта на левом берегу понтара понтара видели тролля данный экземпляр часто поет риданские солдатские песни предположительно это элемент нильгардской диверсии чем стоит она и пока не ясно понятно чудища скверняет колыбель разума человеческого город наидрит нишу университета аксимфуртского смельчак что получит конец злодеем будет награжден и щедро короля ночь газ из цедариса контатьер во многих битвах прославленный объявляет следующее заботах об участии местных комментов что терпят муки нестерпимые от нападения некого чудища угнездившегося не подать от аксимфурта я решил продолжить полный я решил предложить полный кошель новикградских крон любому кто убьет газину и пусть всякий знает ежели кто явится без трофея золото тому никакого не дам он огражу таким пенделем что до конца жизни сидеть на жопе не сможет ты победил гвинти все кого встретил считаешь себя отличным игроком и готов с рейс лучшим когда испытай себя и собирайся штепаном ну да у нас есть квест него выиграть его карту люди добрые не дайте себя провести ярмарочным трюком и лживым пророчеством которые так называемый ясновидящий из села бенькова как из рукава сыпет человек этот хоть и мнит себя мудрецом предсказание будущего понимает столько же сколько сельская баба а единственное что ему важно это выуживать у простакова деньги и откуда пришел не позвольте себя обманывать интересные могу тут взять а это максимальное приближение может быть кстати говоря здесь будет очень хороший кузнец который нам сделает мячи для 11 левел а может иди ты нахер но это видимо есть заказчик но давайте пока все таки мы придем сюда заплетну сделаем то что я и хотел и потом здесь будем все изучать пусть а посмотри только корабль охереть как он огромный круто а так она здесь живет я ищу тамару дочь кровавого обороны из велины твой брат сказал она здесь так ваш милсдарь войцах поислам иначе как бы я тебя отыскал погодите милсдарь я ее сейчас приведу ты решил квас барона полностью сделать ну наверно да айрой здоров добро пожаловать здесь есть кузнец который 11 левел замутит нам оружие тебя отец прислал я хотел убедиться что ты жива и с тобой все в порядке меня зовут геральт из ривии у меня все замечательно геральт из ривии так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни теперь когда ты это узнал прощай подожди нам не о чем разговаривать у тебя есть полное право злиться на отца но он беспокоится о тебе полное право о большое спасибо как это ценно получить одобрение наемника мой отец беспокоится лишь о том если у него чем набраться он конечно не святой но он всю округу поднял на ваши поиски мне кажется для него в эту минуту нет ничего важнее чем найти тебя и твою мать я в людях кое-как разбираюсь жаль что он раньше о нас так не заботился особенно мама он совершил ошибку и понял это я не оправдываю его просто говорю что он наконец осознал что натворил вот и я о чем все время говорю что он хочет искупить свою вину я все приняла к сведению ты приехал чтобы мне об этом сказать я рад что я пришел что я очень херово что мы это вчера пропустили но блин я не знал что игра так сделает чем я согласился тебя искать барон рассказал мне вашу историю так как ее видит он что расскажешь ты моя история скучно как жизнь на болотах лол мое первое детское воспоминание пьяный отец лежит под лестницей облеплены грязью и сжимает в руках бутылку примерно также прошла еще дюжина лет отец пил беспробудно пропадал месяцами потом возвращался и закатывал такие скандалы что только мебель летала как же я радовалась каждый раз когда он собирался на войну помню как он орал на маму бил ее аж до хруста она плакала я тогда пряталась под кровать и ждала тишины вот и вся история помножь это на 19 лет выйдет моя жизнь в конце концов чаша терпения переполнилась и мы убежали барон говорил что ей 19 а по факту это старая озлобленная женщина когда я вчера увидел я подумал что ну блин ребята ей лет 30 я подумал сейчас еще разочек послушаю чем я согласился тебя искать моя история скучно как жизнь на болотах мою пир примерно также прошла еще дюжина лет отец пил беспробудно пропадал месяцами потом возвращался и закатывал такие скандалы что только мебель летала как же я радовалась каждый раз когда он собирался на войну помню как он орал на маму бил ее аж до хруста она плакала я тогда пряталась под кровать и ждала тишины вот и вся история помножь это на 19 лет выйдет моя жизнь в конце концов чаша терпения переполнилась и мы убежали а ничего что он тебе дал статус как бы да не крестьянина какого-то она так говорит как будто он все время пропадал блин дура твой отец воевал вообще-то это его работа именно поэтому поставили на такой пост сложнейший очень ответственный почему вот блин интересно какого хера они этого не понимают я бы не хотел об этом говорить но твоя мать потеряла ребенка из-за него он толкнул ее она упала тогда все и началось мы были одни помощи ждать неоткуда всюду кровь это была самая страшная ночь в моей жизни тяжело мобиль но барон не обманул нас дал нам правду сказал ки не слав сдормал все хорошо что она не хотела этого ребенка у нее наверное жар была кровь из нее лилась ручьем она не хотела ребенка она говорила что скорее спорить себе живот чем родит ребенка от его семени войсок говорит у твоей матери на руках были странные знаки и что чудовище утащило ее в лес это правда мы ехали к реке вдруг мама вскрикнула скорчилась чуть с коня не упала я подъехала ближе и увидела как что-то происходит с ее руками они будто пылали и тогда из леса выскочило это существо не знаю что это было но зарычал она так что у меня кровь пошла из носа и я видела как она выворачивает деревья я в жизни так не боялась она схватила маму и исчезла в лесу я хотела поехать за ними но кони понесли теперь я даже не знаю жива ли она что-то собираешься делать разыщу маму знаешь что это может быть непросто я не настолько отчаянная чтобы думать что справлюсь сама но у меня есть новые друзья могущественные друзья и они мне помогут а что будет с твоим отцом он меня не интересует я не вернусь к нему это часть моей жизни осталась позади что за новые друзья если это конечно не тайна никакая это не тайна через церковь вечного огня я вышла на охотников за чародейками это справедливые отважные люди и они мне помогут так вот откуда эти светильники в твоей комнате ты увлеклась вечным огнем когда жар пламени вечного огня разжигает твое сердце пламя до конца жизни ведет себя дорогой правды и прибавляется желаю чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести спасибо когда я был маленький меня учили не играть с огнем обжечься можно я не думал что барон дойдет до того чтобы нанять убийцу чудовище хотя кажется вы прекрасные следопыты но она говорит так потому что видимо хотелось чтобы его убили на войне ну да естественно она была зла на него но сколько еле было 1415 чё она жизнь знает по большей части по факту здесь виновата жена его который ему изменила и я по именно поэтому у них все имение пришло в упадок он опустил руки он слабохарактер на это очевидно он тупо слабохарактер на именно поэтому повесился если бы его на войне убили бы они бы обнищали бы в говно и сейчас жрали бы червей и желудей точно так же бы когда он в этом обнаружил с конихом сколько они лет потом жили после этого сколько лет было 10 12 этой тамаре до чего на жизнь это знает ни хера на ничего не знает он по факту единственный кормили с семье был она хотела его смерти на дура просто ну просто дура она не понимает жизни и это нормально потому что она еще ребенок отчаявшийся отец способен на многое чтобы найти свою дочь и это говорит ведьмак а говорят мутации лишают вас человечности отнимают чувства многие лишены человечности без мутации вот-вот рад что ты знаешь кто я а сам ты не представился градом охотник за чародейками на службе его королевского величества родовида ряданского должно быть слышал о нас мне все уши прожужжали если кровавый барон прислал тебя за дочери лучше сразу смирись в этот раз ты задание не выполнишь благодарю за заботу но о моих заданиях беспокоиться не надо что до тамары она сама решит что делать это благородно с твоей стороны отказаться от платы ради блага человека охотники и церковь вечного огня благодарны тебе нормально он дядька он понятно что спился там ну как человеку неплохо до лордомеркс я согласен просто он опустил руки реально да он не знал что делать в этой ситуации опустил руки запил но сейчас он искренне хочет исправить ситуацию я прям ну болею за него куда вы едете тамара должна отдохнуть и через многое пришлось пойти когда тепло вечного огня восстановит ее силы мы приступим к поискам ее матери пока ты не уехала в отец просил передать вот это клау отец велел привести мне куклу смешно он думал меня этим купить передай ему что растоптанного детства красивым жестом не вернешь прощай ведьмак несмотря ни на что спасибо что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тиран а я надеюсь что ты понимаешь во что ввязываешься всего доброго удачи и заметьте кошка его не испугалась хотя по канону мурзик по канону кошки должны бояться ведьмаков как мне объяснили ребята ухты сок какой-то клубника ничего себе вот хорошо вот мне интересно как игра поступит если я не буду говорить с бароном атомари а пойду по следу в дальше в топе александр у вас здорово дружище спасибо за хвост тебе спасибо добро пожаловать то этот квест тоже будет не выполнен или что нет я реально рад что я переиграл и пришел сюда и я хотя бы понимаю полную картину всего говно этого если надо конечно же забраться что за ведьму что что за желуди почему так я не так этот код и есть рада вид а именно поэтому он никого не боится все готово ждем только тебя когда мы разыскали к разыскали командиру рассказали командиру о твоем усердии и рвении он без колебаний согласился принять тебя в наши ряды начале ты пройдешь предварительное обучение но уже умеешь ездить верхом и владеешь мечом поэтому основные навыки у тебя уже есть а все прочее не займет много времени как только ты найдешь наш оденешь наш мундир мы отправимся на поиски твоей матери мы ее найдем обещаю даже если придется перерыть весь велен а ну понятно закрыта будет они короче посадили красиво растения мы все сорвали а сзади можно о как у ну и что плохо живет она паркетная доска очень дорогой интерьер плохо живет у барона даже такого нету в доме здесь за какие-то очумелые ручки живут что ли сплошные книги сделай сам и и и и и и сейчас посмотреть заметку а тамаре городом был охотником за колдуньями на службе короля родовида отличие от многих своих собратьев он казался человеком разумным и в какой-то мере свободным от предрассудков во всяком случае в отношении ведьмаков это понятно мы вчера читали про нее тамара добралась до оксимфорка живое здоровое но возвращение к отцу услышать не хотела она была исполнена решимости вырвать мать из лап чудовище которая держала ее на болотах и присоединилась к охотникам за колдуньями те обещали ей помочь в опасном путешествие на кривоуховой топе блин у такая броня красивая почему такого так такой не продается но только на мужика цири вообще в одной рубашке хватит и даже броня не нужно так знаете что думаю все-таки надо посмотреть какие тут квесты да и кажется замучаюсь бегать так это утку нужно убрать уже бронник а сам броня где было бы здорово найти оружейника если он тут есть нам нужен подмастерье хотя бы для того чтобы меньше скрафтить грифона нам надо играть это живем да так как понятно это вот понятно итоге буду я ее видимо убивать это вообще не помню что такое вообще возможно если комплексно сделать доп задания именно не в знаке вопроса адоб задания в вели не конкретно в топях то общее положение дел было бы более ясным но для меня лично по моему нам здесь к этого в жопе мира где-то там же даже к нему и квест везет дау вы выиграть у него карту и зайти к нему на ундвике это видимо это скелик охренеть какая большая игра кузинец есть на юго-восток сейчас посмотрим так штепана найти обыграть его в карте вот тогда с него начнем надеюсь я его обыграю это куда это рядышком но делать я его вряд ли буду хоть хотя ладно сейчас посмотрим 13 левел на бет можно нехило xp заработать это конечно для нас сложновато будет это видимо квест дать на играть это квест из этой ветки господи с доски объявления а стоп нет нет это это как раз таки кузнец да 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 так чё по заказам да ну то есть по факту мы можем сейчас просто выиграть карту но попытаться это сделать и пока наверно больше нам сделать нечего слава королю сейчас я так пробегусь конкретно посмотрю что тут может быть какой знак вопроса найдем но маловероятно не шали и откуда пришел ух ничего себе целое дерево могу сорвать правда похоже дочь собирается до герлит и капитан очевидность и 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 дойдем и сейчас направо уйдем потому что иначе меня ждет смерть от отравли иначе я так заблужусь блин а чё у нас там другую сторону я рано пока еще предание так вот собственно брони где-то я вижу маркер не знаю куда я попал но мы воспользуемся гостеприимством видимо это колодец видимо да накрыли да я думал что только в день я думал что только в деревушке они нападают но не любят они воров не и и и и и и и и и зато туда добралась дикой охот которая все еще опережала гер когда казалось что все пропало Кейра навела ведьмака на новый след она рассказала ему о ведьмах с Кривоуховых Тоби Девушки отдыхают Тебя же работы хватает Ах это? Это заказ от Ридонской армии Делать одно и то же хорошего мало Никакой тонкости не требуется А ты значит хочешь совершенствоваться? Конечно! Ремесло оно же как бабу трахать Ритм словил и все-то у тебя получится Только в конце никаких оваций Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах О чем еще? Покажи, что у тебя есть Нехилая броня вам скажу, ребята И это легкий доспех Мы конечно 11 можем все с грифона сделать Подмастерье, да Он нам подходит для крафта Это наверное броня неплохо выглядит Хотя помню такая была Не, наверное лучше все-таки броню грифона Среднюю сделать К сожалению, не будет работать наша пассивка Но Хотя бы на ближайшее будущее Пока кота не сделаем Не знаю, посмотрю я По 406 аж покупает А барыга нам его за 100 За 130 хотел, да, купить? Неплохо Жалко, что средняя реально Очень жалко Ничего не поделаешь Какая сраная рубашка Так дорого стоит Ну не знаю, как по мне Средняя броня тут топчик Но у меня пассивка У меня без разницы какой броне бегать Но мне нужна пассивка на силу критов Это одна из составляющей силы моделл Да Ваня сегодня выспался Ваня сегодня устал А Ваня сегодня внимательный Ваня как раз таки Ни хера не выспался И уставший Подскажите мне, пожалуйста А доспех школы кота Первого левела Первого На каком левеле он вообще одевается? На 17-м мне кто-то говорил, да? Или на каком? Скажите, пожалуйста Мне это очень важно Имеет ли смысл Потому что если 7 левелов Мне бегать в броне То лучше я в средней побегаю Естественно Здесь шикарные бонусы То есть у нас будет А У нас будут 4 У нас будет 4 снаряжения грифона В виде брони Остальной И Серебряный меч Итого 6 деталей У нас будет Работать 2 бонуса От брони И бонусы тут шикарные Реально шикарные Мне они нравятся Ну первый бонус В смысле хороший С 17-го левела, да? Броня кота Ну значит, да Надо с грифоном Начинать Это видимо Как раз сделано Для баланса Типа в средней броне Она Ну она более универсальная Ну давайте с нее Начнем тогда В случае Можно будет Скинуть перки Возьму я перк На среднюю броню Ну с помощью эликсира А потом уже Когда будет у нас код Когда будет код Тогда можно будет Опять сбросить И выбрать Лайт Ну просто блин Достойного лайта Здесь я не встречал Ну как Есть конечно Сколько здесь Плюс 36 Да Ну тут я За счет Только бонус сетов Мне вот это привлекает 36 А тут 26 Но в целом Броня Таскар все равно Хорошая Вот И вот это Хорошая Но она вся Блин Это все Нонейм Некрасивое Мне не нравится Как выглядит Грифон Я без понятия Но 2 1 5 Так Потом предметы Можно улучшать У ремесленников Разобыв Покаящие чертежи Не стоит Разброс Такими вещами Даже если Найдете Нечто лучшее Да Согласен На них Можно апать Вплоть до 5 Левел Так Теперь Давайте Тело Толченое Плоть Чудовище Толченое И где Же Взять Сейчас Посмотрим Может Ее Можно Как-то Скрафтить Толченое Чудовище Ну это Нар Выбивается Скорее Вряд Ли Это Можно Крафтовать Только Найти Ну Да Будь Здоров Разбирай Перья Грифона Например Сердце Горули Разбирать Кого Не понял Кого Разбирать Броню Или что Приветствую Еще Не хочешь Сыграть В карты В гвинт К примеру Толченое Толченое Блин Как-то Неудачно Карта Карта Выпалим То есть Нам Либо В осаду Уходить Но Во втором Раунде У нас Ничего Не будет Надо Как-то Вот эти Три Карты Разменять Просто Ну Ну У него спасибо афрод сейчас я чекну спасибо сейчас я обыграю его мы обязательно все проверим а блин баран мы же забой забираем карту это же нет смысле она же уже выложена она ниже спецкарты не работают блин я баран я баран я забыл про это ланом значит от выигрывали раунд херова придется выигрывать так а он снял домой туман он тоже в размин пошел ну ладно будем сливать по крайней мере те карты которые я не хотел я их отдал но вряд ли он сейчас во втором раунде сразу спасать будет что-то я не сомневаюсь но посмотрим а нет нет я угадал да моя страта сработала главное чтобы горн зарешал что нам сейчас выпадет но ёб твою мать ну не могли дать что-то более полезное плана все тогда массе кибер кобра дарова дружище рад видеть добро пожаловать ты имел своего короля в гвинсе смысле вот этого специалиста что ли ну изначально какой-то был другой но я поставил чтобы снимать все погодные эффекты по моему это самый полезный ну наверно что-то мы можем и не выиграть друзья не на под городом ты ему перемалься им вопрос какие у него две карты другие нет мы не выиграем 22 получается 44 все зависит от того какую сейчас он сам карту положит это у нас 54 будет нет мы не выиграем 54 на 55 обидно обидно блин а все почему потому что в третьем раунде мне выпал второй такой чувак выпал что-то побольше мы бы выиграли бы а 49 точнее я забыл что у нас это но блин все равно молодец приветствую счет сильный карту этого сукина сына не хочешь сыграть в карты в гвинт к примеру там есть король который умножает силу осадных юнитов да давайте посмотрим я очень-очень давно не смотрел какие есть короли возьмите из вашей колоды углу сыграть карт немедленно не вижу смысла отменяйте погодный эффект карт это полезно давай в этом не закрыт фальт тест удваивать сил всех ваших осадных отрядов уничтожает самый сильный отряд или отряда противника если общая сила садных отрядах равна хорош как а это фальт теста есть везде да так понимаю нет нет у меня ребят ничего обидно что у меня не вы полете тогда этика знаете я чё одну единичку я нахер уберу хотя честно мне просто не повезло мне просто не повезло что науклу ставить больше нечего ничего полезного не осталось нет верну обратно в колоду пусть будет просто не повезло с раскладкой фольт тест правильно спасибо буду знать мой тест ну судя потому что у нас два пугала мы сейчас можем развести на карты выложить что-нибудь потом обратно забрать под конец кинуть ему шпиона и первый раунд отдать мне очень сильный карт колоду у него хорошую но сильнее чем моя точно сильнее это точно а и и и и и и и и и да дедушка не просто и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну тогда у нас наша мощь останется, ну такая какая была, в смысле общая мощь карт, в надежде, что что-то выпадет лучше, типа милики, которые X2 делают, но не вариант, что они выпадут. Либо поставив ему этого, хотя я могу сейчас забрать одну карту пятеркой, мы сразу выиграем первый раунд. Либо поставить ему шпиона, у него будет 13 на 15, но карты забирать уже нельзя. То есть в первом случае мы забираем одну карту, а здесь у нас две карты вдобавок. У нас 7 карт сейчас, да, будет 6, итого 2, в начале раунда мы одну получим. Хотя у нас так преимущество вообще на самом деле. Просто, блин, во втором раунде ему класть шпиона, это как-то будет очень странно. Хотя, смотри, какие карты выпадут. Не знаю, как правильно поступить. Шпионов у него нету, на втором раунде мы их точно забирать не будем. Так, а стоп, положим шпион, у него будет 13, да, да. То есть карту я уже никакую забрать не смогу. Вообще, правильно было бы по углу отдать. Они занимают лимит, скажем так. Ладно, давайте. Вот так сделаем. Так. Теперь нам нам до его тупо перемазить. Чего у нас больше? Мили. Особо мы его ничем не перемасим. Вся надежда на баллисты. Больше карт у нас не будет. Вся надежда только непосредственно на этого. Вообще, нам было 2 пугала отдавать и забирать раунд, наверное. Или класть этого чувака. Чтобы было 7 на 9. Ну, хотя мы можем сейчас раунд ему отдать. Но для этого надо его отдать так, чтобы он невыгодно разменялся. Да, наверное, давайте мы ему сейчас раунд отдадим и карту заберем. Либо будем тащить. Вопрос, что мы будем бустить. У него там крутые карты очень в колоде. Ладно, посмотрим. Сейчас ему подыграем. А вторая какая карта? Вот это... А, вот это у нас появилось, да? Ну да, моя страта сработала. Моя страта сработала. Чувак повелся. Зачем он это сделал? Зачем ты это сделал? Зачем он это сделал? Ну так бы выиграл бы. Или он думал, что я блефую? Странно. Ну, так он. Здорово, дружище, ради себя видеть. О, карточка Трис. Ой, Цири, смысле. Блин, красивая. Ой. А мы выиграли 100%. Все равно 100% выиграем. Так. Кого мы рогом будем? Ладно, это уже не имеет значения. Мы сейчас на максимуме у него вообще без шансов. Даже так без шансов. Он не наберет. Да, он спасал так. 16, 17, 22. Ну, давайте полностью унизим его. Мы даже без рога победили. Это получается, сколько у нас? 16. А тут... Унижен, унижен. Кузнец унижен. Моя страта сработала. Латье де Ридо. Что за карта? Это, видимо, другая колода. Нильбор, что ли. Да, шпион. Надбет. Очень нравится мне портрет в этой колоде. Настолько брутально вообще. Красиво. Обыграли, чувачка. Так, но нам на самом деле-то надо здесь выиграть уникальную карту Штепана. Прямо рядышком за углом будет. Хватит с меня этой работы. Сейчас мы к нему зайдем. Вот тут и пробегусь, я посмотрю. Ага, у нас Fast Travel открылся. Это радует. Не, ничего не будем брать. Здесь все равно мусор один сплошной. Это того не стоит, чтобы перезагружаться. На корабль нас сгонять. Прикольный город. Ты только болезни разносишь. Паражитизм и дезертерию. H горячая клавиша для гвинта. Спасибо. Я помню, что как-то я ее вызывал, но мне было... Мне было лень. Заходить в меню. Ладно, давайте пойдем поиграем в гвинт. Здесь у нас есть ведьмачьи заказы, но... Рано нам на них идти. Единственное, там есть 20-го левела. В принципе, врага под громом. 20-го левела я могу убить. Но это того не стоит. Это потеря времени. Пойдем по квесту... Вчерашнего. Так, в таверне наверняка будут какие-то квестики. Это ваш Нильфгардский кесарь. Пусть меня в жопу поцелуй. Доброго вам дня. Доброго вам дня. Но для начала поцелуй меня в жопу. А ты знаменитый? Знаменитый, да. Собственной персоной. Так. Чего надо? Просто санк-пединстанция пришла проверить. Конфеточку, да. Здрасте. Здрасте. Вот это номер. Прошу мне не мешать. Мы не встречались случайно в Локмуинне. Школяр, еще один. Школа. Добро пожаловать. Нетрезвых молокососов. Извозчиков. Чувак, ты в платье одет в женском, что ли? Что это у тебя? А я что-то за одежду. Хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе школеры насолили? Давай не будем об этом. Болерон, здорово, добро пожаловать. Покажи мне свои товары. Нет бит, нет бит. Скотели. Ты. Я не удивляюсь, если он будет с этими эльфами играть. Так, а тебе, братиш, я продам мусор всякий. У меня тут как раз шкуры для тебя, я знаю, ты не прочь. Милофон мы оставим. Просто так, баночку тоже оставим на память о этом великолепном квесте. С багрим шкур, они достаточно дорогие. Ну, это все деньги отбили уже. Более чем. Прощай. Что я пропустил, Валерон? Ты пропустил наш разговор с Тамарой. Обыграли мы сейчас кузнеца в карты. Получили карточку нильфгарда. И сейчас сделаю квест этого Штепана или Штепана. И в этом городе Нар больше пока я ничего не буду исследовать. Здесь мы взяли квесты с доски объявления. Ведьмачи заказаны. Они слишком большого левела для меня. Рановато. Я пока не вижу смысла здесь бегать в городе. Тратить на это время. Пойдем обратно по квесту дела семейные. Здравия хромает, к сожалению. Я не планировал сегодня стримить. Планировал выбраться на улицу, но... К сожалению, нет. Я тебя помню. И к вашему счастью. Ты играешь в гвинт? Только ни с кем попало. И всегда с высокими ставками. С тобой я бы сыграл, пожалуй. Согласен. Сыграю на твоих условиях. А высокие ставки, прости, братиш, это что ты имеешь в виду? Ни хера себе. Вот это поворот. Не могу его умение посмотреть. А, вот. Отменяет эффекты умения вражеского лидера. Это эмгыр, да? Я теперь хотя бы знаю, как он выглядит. Эмгыр, родовид и прочие. Да. Не знаю, есть ли смысл брать шпиона седьмого левела. Даже не знаю, честно. Слишком он жесткий. Лучше его использовать. В наше благо, хотя. Посмотрим. Заберу, если у него будут жесткие карты. Мы тогда его жесткие карты сольем. Спасуем. Шесть осадных юнитов, да? Три рейнджа и один милек. Ну, через осаду надо топить, наверное, в финальном раунде. Сейчас надо избавиться нам от пугала и от шпиона. И сделать это грамотным. В смысле, грамотно разменяться. Ладно, посмотрим, что он делает. Ясно. Ну, тогда есть смысл забрать семерку и пасовать. Сколько у нас 9 карт? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А он 2 добавляет. Ну, отдадим эту. А, его еще и положить надо. Но шпиону-то надо класть сейчас в этом раунде. Потому что, если я этот раунд буду отдавать. Да, надо себе намасить в колоду. Давайте шпиона заберем. Но нам ничего не остается, как ему тоже шпионов класть, ребят. Иначе он нас просто... Просто уничтожит. Да, ничего не остается. Понятно. Короче, теперь надо пасовать нам. Не очень выгодно. Я разменялся, но ладно. Вообще не выгодно. Надо было сразу, прям сразу же шпиона брать, когда он 2 положил. И сразу пасовать. Невыгодно размен. Скорее всего, проиграем. Скорее всего. Посмотрим, как пойдет. Он нам еще умение заблокировал, козлина. Печально выздоравливай. Ты вначале живого ингры видел. Ингры-то я видел, да. И мы к нему в дворец приходили. Только это было очень давно, я все забыл. Чат работает. Что-то мне написано. Добро пожаловать в чат. Два раза. Да, вроде работает. Что-то хотел сказать и забыл. Не суть. Да, вряд ли я выиграю. А что за высокие ставки он имел в виду? Что он под этим имел в виду? Но только на высоких ставках. Но ставки мы ни разу так и не сделали никакие. Слушайте, он прям играет так же, как я. Он сейчас пасовать будет. Козел. Ну, конечно, у него столько карт. Ему не страшно. Да, очень сильный игрок. Здесь в смысле искусственный интеллект очень хорошо проработал. И обратно. То есть он нас на карту развел. А сам отдал юслис карту. Даже если я его перемальсию, то в третьем раунде у меня просто тупо карт не будет, чтобы побеждать. Ну ладно, что делать-то. Как тебе вообще персона Энгера, Барона, Йеннифер, Кейры о каждом по паре слов? Ну, про Энгера я так понял, что все-таки мы старые приятели с ним. Видимо, встречались во второй части. Я так понимаю, что все-таки он человек слова. Но все равно преследует свои интересы. По поводу Йеннифер ничего не могу сказать. Точный гигиоцентричный человек, который преследует исключительно только свои интересы. Но, естественно, испытывает какие-то чувства Геральту. Но для нее это больше, видимо, наверное, как... Возможно, ей нравится пребывать в таком состоянии. То есть, то нет, не знаю. Насчет Кейры. Да, и тут все эгоистские. Тут все бабы-эгоисты. Просто самодовольные, сильные, независимые женщины. Все в этом духе. Ну, нет, я проиграю, ребят. Даже сейчас раунд... Он из меня все карты сейчас... Да. Это его была главная задача все карты из меня выводить. 6 на 9 это, ребята... Это слив. И сейчас он... О, не отбей, не отбей, чем мы там разыграть можем немедленно. А, стоп, надо... Что у нас в отбое. Но, походу, по-любому придется там шпиону брать. Хотя это невыгодно в финальном раунде делать. Нет, эту карту надо припасти. Сейчас шпион может мне наоборот поднасрать только. Посмотрим. Сейчас дракона разыграет. Вот сукин сын, а. Сукин мать его сын. Пипец. Это такой читерный скилл. Реально. Это чит скилл. Но у меня ничего не остается. Вся надежда на эту карту и на то, что мы... Вот если бы у меня были бы такие единички, я бы их брал бы. Но таких единичек, две штуки в колоде вполне, я думаю, хватает. Потому что, в принципе, сами осадных юнитов у меня в колоде мало. Всего по одной карте каждого. И они прокают, ну, от двух до трех в колоде. Сейчас за три раунда у меня четыре. Что реально редкость. Блин, Нильгурт, ребята, силен, я вам скажу. И шпионы у него есть, что самое интересное. Шпионов у чудовищ и скотели нет, я так полагаю, правильно? Весемир, а чё ты такой нестатусный-то? Я думал, ты как вот эти карточки будешь. Вот это точнее. И сейчас он кидает ливень. И сейчас он кидает ливень, ребят. Нет, шпиона мне невыгодно брать. Вряд ли шпион перемасит. Сколько он там, четверка шпион был? Надо думать. У него будет 46, да? Вся надежда на то, что две карты у нас будут крутыми. Но мы в любом случае... Нет, в любом случае даже брать шпиона. Те две карты, которые он вытащит. Хотя он может погодные карты вытащить. Хотя они нам, кстати, могут... Хотя, хотя, хотя. Они нам... Бля, вы извините за мат, ребят. У него пять карт, я только сейчас это увидел. А тут по-любому шпионам брать. Холли щит, I'm a locker! I'm a motherfucker locker! Да, и он сейчас кидает погодную карту, и я просто с усоп по Швиашвили превращаюсь. Ну, это мне фартануло, конечно, не по-детски. Есть шанс выиграть, если непогодная карта. Казать, чё? Ну, посмотрим. Повезет, не повезет. Ну, чувствую, сейчас он намансит нам. Погодное дерьмо какое-нибудь. Ублюдок. Нет. Хорошо быть лакирком, ребята. Охренеться, второй попытки победили. Или с первой? С первой попытки мы у него выиграли. Да? Да. По-моему, с первой. Да, да, с первой. Е-е-е, ребята, мы красавчики. Блин, клёво. С первой попытки обыграли этого ублюдка. Блин, вот это вообще мораль. Просто подъем морали. Кайф. Что за Йеннифер? Ну, в смысле, понятно, кто такая Йеннифер. Вау! Она еще с имба-скиллом. Не отбейт! Не отбейт! Не отбейт! Надо какой-то рейндж убрать нам. Вот этого гнома слишком много их. Ну, мне кажется, много. Это, конечно, карта. Скилл вообще бомбический. По факту это как чучело, только мяучило. Или оставить пока. Нет, ладно, пока оставлю. Понятно, это в Новиград. Ну, я бы, кстати, сыграл бы еще в Гринбе. Давайте проверим ведьмачи заказа для начала. А, я его делать хотел. Так, если я правильно помню, больше у нас ничего здесь нет, ребят. Хотя нет, Гвин сейчас нет смысла играть. Их спинам срок не дадут. Ну, дадут мало. И квест не будет выполнен. Потому что у нас еще висит... У нас и здесь два. Новиград нам еще не скоро, поэтому... Надо вернуться нам к этому. К барон. Но по Аксимфорту я срочно сейчас пробегусь в надежде найти какие-нибудь восклицательные знаки. Сколько здесь главных улиц? Две. Раз. Два. Ну, грубо говоря, три. Ну, давайте к цирюльнику зайдем. Судя, не просил. Тремя пунктами станет. Ох, фуф. Ох, и намолкся я за свою жизнь. А ты что? Кошачья морда. Подозрительный чувак. Наверное, квест дает. Кхе-кхе. Ой, мамочки, ведьмак. Не бойся, детка, я не трону тебя. Ладно. В этой части я, кстати, не был. Не был. А, вот он, может, нам надо подняться. Ладно, бежим так, чисто по Береку глянем. А без квестов сюда соваться не очень хочется, честно. Так, здесь какая-то улика вообще. О, ведьмача снаряжение. Где-то здесь, ребят. А, слушайте, точно, у нас же сюда. Ну, в подвале, походу. Давайте-то осмотримся. Один хер, конечно, я не одену этого кота. Как мы говорили, он вроде 17-го левела. Мы, по-моему, читали, да, она серая была. А вы кто? А мы знакомы? Ну, нет, ну я... Прости. В своем доме, ты же не против? Я тут немножко это... Я просто книжный червь и люблю книжки собирать. И ковры. Неплохо тут. Живут люди. Охренеть, такой дом огромный. Закрыто. О, оружейник, да ладно? Ни с того, ни с сего. Вау, вот это фортануло. Сейчас мы все скрафтим этого грифончика. Тогда только сначала класть сделаем. Нормально. На карте он не отображался до тех пор, пока мы... Да что ты здесь бегаешь-то? Марафон, что ли, какой, или еще? Блин, скорее всего, он точно будет подмастерье. Поэтому я очень-очень рад. Потому что у нас скоро левел А. Так. Так, дверь открыл, да? Она, видимо, закрыта с другой стороны. Это вообще открыто. Но это улучшенный код. То есть нам до него, как до Китая, пешком. О чем гласит значок красного черепа. Ну, хотя бы соберем рецепт. Ладно, пусть будет. Так, начей чертеж для стального меча. Ну, где-то здесь, походу. Судя по всему. А, нет. Это где-то тут. Ладно, посмотрим, куда этот... Канализация куда-то не будет. Нужен ключ. Ясно. А, мы нашли второго кота, да? А, мы перчатки нашли. А, их почему-то нет. Не понял, прикола. Ну, я так думаю, что в любом случае мы сюда еще вернемся. Давайте, го, кузнецом. Заодно посмотрим. Амфрод писал, что можно разбирать эти ингредиенты. Чудищ. Нам не хватает там для крафта перчаток, по-моему. Ты выкуешь для меня кое-что. Выкую. А, чего у тебя продается? Стандартный набор. Да, он подмастерил. Он этот меч скрафтит. Отлично. Так. Разобрать. А вот что нам... Нам что-то там было написано. Толченое. Чего нужно? А, он в небронниках. Надо смотреть в рецепт. Сейчас, секунду, ребят. Надо выйти сначала, посмотреть. Бывай. Сапоги есть, перчатки я не могу. Толченое плод чудовища. То есть мясо чудовище, видимо. Нам нужно что-то искать. Ты выкуешь для меня кое-что. Ваня, почему не уважаешь глухих? Чего? В смысле, какие глухих? Почему не уважаю? В общем, надо искать какое-нибудь мясо. Язык, наверное. Язык чудовище. Призрачная пыль. Давай, две штуки надо. А, хотя стоп. Сначала-то меч скрафтить. Наверняка она для меча требуется. Так, серебряный меч, школа Грифона. Поехали. Бывай. Да. Тут, конечно, прибавка к физурону нехилая, я вам скажу. Ну и, естественно, 9 и 11-го разница существенная. Плюс это ведьмачи обмундирование. Что скажешь насчет партийки в Гвинт? Фаташи, здорово, рад видеть. Добро пожаловать. Как жизнь твоя, молодая. Уберу, пожалуй. Нехило у нас прок идет. Он чудищем играет, да? Хочу собрать колоду чудовищ, блин, но... Что-то печально как-то все, очень редко они попадаются. Вся надежда только на выигрыш какой-нибудь. Вся надежда и приятный момент. Как выглядит. хороший скилл хороший скилл но у нас уже три карты рога он часто прокать поэтому я думаю что снять все погодные эффекты ну не раз помогала хотя рук тоже неплох тоже неплохо все зависит от situation если мы поставим шпиона да то у него будет восьмерочка вообще у нас плюс 2 карты моя задача развести его на карты он сейчас этим сам и занимается кстати говоря он нас разводит араб можно поставить сюда и суда в ряду может быть только одна такая карта но не написано в каком ряду во всех рядах только одна карта может быть либо здесь сюда уже не поставить так но подумать как его можно развести только горном если тоже промазь себе посмотрим ладно чем-то делать сейчас неплохо выглядит красиво короче травм брать но во втором раунде куда нам кидать урок у нас только три таких отряда надо как-то шпиона разменять блин удваивают силу отрядов в своем ряду естественно что в своем либо в первом 2 3 в ряду может быть только одна такая карта то есть две карты за раунд кинуть нельзя получается ее надо разменивать ну ладно разменяем тварь просто тварь мать нет я могу ее положить могу положить а зачем писать в ряду может быть только одна карта такая тут один слот только под под карту спешил блин игра меня обманула жопа над бед чувак а для чего ты это сделал объясни мне очень странное решение решение ну и естественно она что-то надеялась это друг мой ты вообще он как-то странно сыграл нахер он эту карту положил остался вообще без колоды балбес так нам выгодно бустить вообще нам выгодно бустить range 10-16 тут у нас 14-15 а нет дальний бой выгоднее все равно осадный там плюс 2 будет но ладно положим тогда вот так и возьмем раунд вот так и но теперь все манси мы надеемся что он а он уже использовал говно но у нее там погодные карты могут быть прибережем пока тогда нашего короля я думаю что мы выиграем ребят у нас горны есть он я думаю затащит самое главное чтоб никакой казни не было это очень очень-очень неприятный юнит сейчас на выгоднее раньше бустить корнам ну начнем тогда вот с этого пожалуй читерный скилл конечно блин очень читерный то есть он боевую мощь наращивает из своего отбоя и при этом он не тратит ну одну карту потратил хороший скилл реально но при такой страте за чудовищ надо стараться чтобы практически все карты были с этим скиллом ну и плюс это кто вампир а это наверное глава глаза да потому что них условия чтобы с одним названием интересно интересно не кстати я хотел бы за чудовище поиграть интересно посмотреть такой очень необычный билд ёб твою мать сейчас что-то будет жесть но я думаю что мы все равно выиграем да у него один мусор остался да надеюсь только не казнь благодарю вас сударь благодарю не успел я увидеть что он взял но по-моему он взял вот такую карту то есть если он выложит у нее опять из отбоя мужику говно вылезти а что у него было а ну конечно у него вам вам вампира нара взял а нет он взял на посмотреть он взял вампира да видите у него чудовище остались но смысле эти как они глава глаза остались он положит вампира и у него автоматом прокнут тут эти все пацаны заново блин жесть можем проиграть можем проиграть ну-ка и сейчас вампиры а нет странно почему беса такая маленькая мощь мне кажется это высшее чудовище в пищевой цепи так 18 17 34 10 15 21 21 на 21 42 но выгоднее отряд бустит ну и что сейчас ты положишь честно скажу мне повезло не было бы горно я бы слил бы ну чудовище карту дай пожалуйста очень тебя прошу на кердо так колода чудовище вот потихонечку будем наращивать другие колоды так чудо еще интересного ребят цирюльник у нас да давайте я это туда а а нам туда надо а это непосредственно вышел чаровой что они делали с этой женщины за что и всегда начала ногти вырывали а под конец сломали костю я я больше так не могу как от стоим стражу подам рапорта перевод успокойся мы это с просто ведь может это кричатами как обычные люди это интересно какую женщину пытали я за вами приглядываю расслаждайся жизнью вырыток покуда можешь так это на островок до дорога отсюда мы пришли ладно все таки давайте на островок тоже сбегу мало ли как он писи откроем барыганы еще что-нибудь не найдем реликтовые штаны здоровье меньше конечно но барани больше я думаю что то количество здоровья нивелирует количество брони аквен как у нас работает семь процентов от максимального уровня здоровья поэтому для того чтобы у нас цифра квена была больше нам нужно иметь больше здоровья поэтому эти штаны я не беру пока но я продам отчет странно чуток квен мало прибавляет прибавлял 304 по а я стала вала получил 11 лэвов мы не встречались случайно блок муины да ты просто луки рок до еще бы не болеть бы было бы вообще замечательно кстати насчет это отлучающая связь и за продолжающиеся военные действия все факультеты отделения оксфордской академии закрыта университетские привилегии отозваны все студенты зачислены вреда эриданской армии за исключением философов чехило телосложения делают их непригодными к любой работе медикам и травникам надлежит незамедлительно явиться полевой госпиталь для продолжения службы с леонард не пройдут а сейчас я тебе твою паршивую морду отрихтую но закрыт завод поэтому неудивительно вали пока я добрый чё книги решили сжечь ребят сюда стопудово какой-то квест будет я так чую в эту академию такие как ты только болезни разносы прожить и сейчас как можно соскуки блеванусь почему берегитесь стопы для жалко баран нет цепральная бюджет а вам что какой-то купец циркуль циркуль по случаю но мои извинения ну блин господи давай уже появляйся летай покупай не раздумывай дизине я не сомневаюсь что ты не шутил но реально не стоит пока к не стоит тогда вырасту стану мясником город то большой а чё так посмотришь да тут пустой какой-то порой даже в деревнях стандартных гораздо больше квестов всяких ну на я думаю что здесь еще будет будет чем выживиться вопрос я здесь был потому что все здесь горит нет ну понятно ведьмачи заказы реально пока смысла делать не слишком мы маленькие можно их сделать но мы потратим кучу времени поэтому сейчас я посмотрю по восточной части вот здесь конечно еще желательно было поноситься на один хер нам эти вот эти знаки делать поэтому мы еще успеем вопрос только не хотелось бы пропускать какие-то здесь доп и полез что которые могли бы что-нибудь сделать для нас приятненько о рыночная площадь где поставщики неделю назад должны были прибыть уже по дороге через город честь и отчизна чего загадочный а зажиточный да летом тут вижу какой дневник прям держу мы этого чувака я бы желаешь смотрю может что-нибудь выберу не был не был не был я евглин походу не играл я с ним хотя мне казалось играл уж больно рожью не знакомы так за сколько он купит эти шмотки за 40 с подавись будь здоров да как раз мне оксинфорд не очень нравится за пустоты в них он намного лучше был представлен ну да я имею ввиду что а нет мы здесь были из я помню этого купца а нет ночью здесь его точно не было мы же ночью сюда пришли надо его в гвинт обыграть тоже желает мы же здесь были ночью и в дождь здесь вообще площадь поставала я бы сейчас лучше в карта сыграл мы играли с трактирщиком играли с кузнецом с броником играли с оружейником а вот с этим пацаном мы играли а а шут такое вот каждый раз выберите карту какую обменять я могу две карты поменять или что ребята висит пожалуйста это на данном моменте карты которые у меня лежат уже на столе что значит выберите какую карту обменять обменять на что другую колоду или что я так так и не вырубился что это ну давайте мглу попробую обменять то есть я могу обменять ее на другую карту или чё ребят объясните please да там и блин я только сейчас об этом узнал опа а это скил чего вот я дебил я все это время играл и не знал это это у всех такая возможность или только у фракции королевство с севера блин я все об этом узнал бы гораздо проще играла зима это стандартный скилл ладно хорошо так осадных у нас аж целых 4 плюс этот неплохо и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну надо раунд выигрывать Отдавать его нет смысла Хотя... Не, ну осадный сейчас ставить точно нельзя Друзья, у нас очень сильная связка Развести у нас его не получилось Во втором раунде мы сможем забрать шпиончика По идее Хозек, хозек, а кто-то тащить Хотелан, была не была Попробуем на фон взять Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы сравнялись 5-5 Ну блин, ну жесть, конечно Само печи... Да Первое решение всегда верно Надо было пасовать, как я и хотел Это не я его сейчас на карту развожу Идиничку зря положил, надо было пасовать Ну ладно Больше карт смысла нет класть Я думал, что я его на понт возьму Так Так Удивительно просто Но мы хотя бы разменяли карты в нашу пользу Это приятно Это очень-очень приятно Баллисты я не квал Не знаю, может ему шпиона положить Хотя Хотя, блин Мы и так на самом деле Я думаю, перемальсим его Бустить его шпионам Камикарты 6-6-8 Блин, а вдруг у него какая-то там топовая карта на 15 Но он давно бы и положил бы, мне кажется Ладно, положу Мм, not bad Мм, не та Очень较 Существует А он обусти Он утешил Не問題 Будет Александр гульд е карта чудовищ нас посыпались это очень приятно хотя нет я помню этот маркер продавца странная подбегал маркера не было зашел на глобальную карту вышел маркер появился что забредяйте на цирюльник опять исчез ты боже ты мой но где-то вот тут был цирюльник опять исчез мы цирюльник давно встречали но у меня опять тоже пропал маркер не помню где лужи мешали здесь игра работы пожалуйста спасибо блин что за баги но это кстати реально неприятно можете отключить очень полезную штуку пропустить мое почтение здравствуй чем могу помочь у тебя есть бритвы и ножницы отлично вот среди меня испанелку сделать себя у нас на борода не будет расти она будет тут примерно такой же как сейчас хотя хер его знает я видел у некоторых прямо такая бороде не было огромное усы и бородка под губой аккуратные бакенбарды пышная испанелка и усики сын бордо оставить а с прической что визуально жалко что не показать оставить конский хвост остальное сбрить вообще как татар-монгол будешь длинные распущенные волосы не мне нравится прическа геральт такая прическа эльфа мятежника это как это склят м смеется смеется такой брутал вот это брутал но такая конечно панторезная тема ну-ка прикольно прям реально такой ведьмак пораженный и современно выглядит но он потерял свою как это сказать шарм и брутальность для женщин лучше в раздел борода и не лет и я вообще нет я зашел собой день попросил я не хочу себя брить ну приколь мне нравится оригинальный мне нравится оригинальный вид геральта мне он более чем устраивает это наша основная прическа понятно оставить конский хвост остальное сбрить это чё прям под 0 вот это кстати ничего так еще тоже бывай мы особо особо не потеряли в шарме вопрос никогда растрепанные волосы знаете в него видно вот это вот как бы это сказать с одной стороны и одиночества и какая-то неуверенность найдет ли он сырят тут он какой-то типа знать только из клуба моя почта у тебя есть крисе здорово привет привет сейчас все прически проверю смотрю просто интересно лол это что за иван дурак такой господи геральт ты похож на какого-то его дурака стал вообще реально дурачка тебе бы еще это шмот бы какой деревенщины вот так но в ботинках и перчатках лол не выглядит вообще у бога выглядит у бога жизнь мое почтение типичный бомж дралась мать у тебя есть бритва и ножницы отлично вот среди меня блин не то выбрал мисклик басков натуре да 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 на басков похож вот это неплохая прическа но мне оригинальная больше нравится длинные распущенные волосы хочу посмотреть что оставь меня старушка я в печали не но тут он конечно без бороды он вообще хей как он обратному бороду возвращает неинтересно с пола видимо собирает все обрезки такой ой но нет это мы похоже знаете на такого 15-летнего подростку которую только начинает расти борода ну к смысле это неплохо но геральда не идет о господи я капитан этого корабля сам ходят по палубе так и что-нибудь с прической сейчас делаем ивану дурака так усы бородка под губой как там будет короче трэш ребят бывает цирюльник только буквально две прически не крутые господи он постарел лет на 15 он похож на капитана прайса из call of duty друзья отойду на кухню налив себе чаю и вернусь встретимся после небольшой паузы